а добрый день еще здравствуйте уважаемые уважаемые блогеры сегодня 20 декабря зрители и так далее сегодня 20 декабря блогер из перми сотрудник гб бывший опальный сельковку посаженный бессонов алексей алексей борисович но я хочу сказать что тема какая сегодня ситуация но вы же видите что к сожалению я долго думал вот зачем путин занимается антисоветизм ленина там поминает у него и так рейтинг идет на минус и таскать ну понятно что никакого стране выборов нет и ничего не зависит от рейтинга что хочется делать но все равно зачем то сказать дразнить котов так сказать тем более что 70 процентов граждан голосуют застали а потом понял вы понимаете просто чек совершенно пусто пустота в голове понимаете они не могут перешагнуть через вот тот набор определенных клише которые они которые они так сказать в эти годы все прокачивали но очевидно же 70 тысяч предприятий уничтожены 70 процентов граждан вообще никаких денег не имеет да 80 процентов живет на 15 тысяч в месяц ну для чего тебе это надо экономику запускать конечно он там бы что-то какую-то систему управление создал потому что после ельцина там вообще банды бегали по городам помните конечно без выборов без судебной системы без условности фактически произошел протест вот в 90-е годы наметился и завершился слияние мафии бандитов и проходильных систем а сегодня он практически он управляет страной такая полувоенная диктатура латиноамериканского типа но зачем это надо в стране должны быть политические партии граждане избирать с ними должны заигрывать но должна быть какая-то система управления искать не такая примитивная но тем не менее он его все устраивает но хотя бы не что называется не драконь людей которые говорят что 70 процентов что сталин так сказать национальный лидер он все равно нет включает эту эту шарманку про ленина который там все развалил только дать чушек поэтому ну к сожалению видите к сожалению от вас я не уйти видите не видимо не смогут потому что ну а с другой стороны но менять за курс невозможной экономики же нет 70 тысяч предприятий остановилась да и вот если вы ладно там город миллионник я вот в пригороде живу там как-то плохо ли хорошо еще концы с концами сводим но основная эта масса за эти в районные города бывший механизатор там раньше плохо ли хорошо при коммунистах 300 350 на тракторе получал судья получал 140 200 это далее но он уже тоже человек понимать семья была и семья гордилась и какие-то накопления были то сейчас вообще ничего не за получает эти свои 10 тысяч и вообще так сказать зайдите посмотрите я уже говорил об этом они мебель не меняли по 20 лет ходит как бомжи там это да и вы на этом фоне олигархи которые фактически управляют региона ведь они же отдали регионы но они назначают гомбернаторов не он назначать для администрации они нам заносит там и этот его его помощник там до часы по 35 миллионов носит на руке ну чё за издевательство такое то есть они вообще сошли с ума они все не понимают как люди живут что так что происходит что есть какие-то так сказать есть деньги которые зарабатывать они просто миллионы в кармане уложить и так далее поучаствовал в проекте там где-то перекрутил раз 100 миллионов корону положил за одну подпись ну что это за что за страна так это вообще мафия сплошная вот так и живем и фактически дальше ну и правильно зюганов удальцов левопатальтический совет собрал правильно он говорит что нужна плановая экономика но ведь собственно я уже объяснял что и царь вынужден был построить первый баланс экономический да когда у него не хватало не хватало этих снарядов да почему его измерили минуя банки он начал так сказать предприятие с его заказом минуя биржи связывать защитные мессию увеличиваются снарядов в разы и сегодня тоже можно реально выйти на на реальные цифры рост экономики по 10-15 процентов причем уже показал же возможность примаков на 9 месяцев они дали 22 процента только из-за того что людям начали платить деньги но сегодня тоже самое да забудь ты пройти процентные кредитные ставки банков да и людям ипотека вообще должна быть беспроцентная с погашением ребенок родился 30 процентов погасили почему но ипотека еще уж и говорил еще раз говорю она влечет за собой другие отрасли экономики мебель нужно покупать унитазы нужно покупать вот это будет вот один коэффициент рост я все строят и и строительные фирмы получат какие-то ну плюс в виде системы дифференциальные многообложения да то есть граждане даже то есть люди которые в виде систему талонов допустим давай бесплатную виду как в америке да чё стесняетесь в этом если пенсия 12000 она не может прожить пенсия пускай получает макароны мясо курицу бесплатно в неделю раз социальные службы в америке пускай и приносят все из расчета на одного человека все питание и все поддерживающие покупательную способность поддерживший производство своих возьмет государства на себя обязательства ну что в этом плохого почему почему на это не идти нет они все таки все люди ну и сам это страшно павел дзюганов выступал 20 миров вымерло за эти годы русских в основном русских государство образующих наций это же ненормально катастрофа но тем не менее ничего не хочет делать его все устраивает но нас это не устраивает и в рамках законодательства основной законопорядки мы будем не давать ему спокойно спать но они видите приняли какие законы о митингах все так сказать и так далее и ну ладно бог тебе там армию начал платить хорошо но так армия все же корпуса нету понимаете посмотри там кто остался после 90-х годов кто не убежал кого не выгнали остались просто так места занимают за быть нормально проходила система она не должна никого воровать давай должна так сказать что называется вот я обновального назначил генеральным прокурором пускай там его команда так сказать донимают и возбуждают дела в отношении этих чудаков уже выборы нужна иная политическая система конституция нужна другая нельзя власть изреточить в руках одного человека нет они ничего не понимают и так далее ну и формально с точки зрения законодательства реформы ельцина же были бяльным геноцидом а война в чечне была военным преступлением а геноцид и военные преступления не попадают по сроке давности с этим тоже должны быть выводы сделаны из процесса должны быть потому что вот спасибо ваш бессонам